Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Лучшая страховка от болезни – своевременная вакцинация. В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания. И как она проходит в Архазе? Жалоб на условия содержания нет. Представители общественного совета при МВД проверили изолятор временного содержания в Черкесии. А в новом доме культуры вновь заработали кружки. Творческие коллективы кубины готовятся к фестивалю оттачивать свое мастерство. Золотые, серебряные, бронзовые каратисты Карачаева-Черкесии вновь на пьедестале почета. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Юрия Борисова по вопросам развития промышленности в ЮФО и СКФО с участием полпредов двух федеральных округов Юрия Чайки и Владимира Устинова. Сегодня в нашей республике функционеры 950 промышленных предприятий. Семь из них представляют крупный бизнес. Реализуются крупные инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, производству стройматериалов, пряжи и текстиля, а также в энергетике. За 18-20-е годы в экономику Карачаева-Черкесии инвестировано более 2,5 миллиардов рублей. Планируется еще 13 миллиардов в ближайшие 10 лет, подчеркнул Рашид Тимрезов. В республике продолжается прививочная кампания от COVID-19. Корреспонденты вестей стараются охватить все населенные пункты Карачаева-Черкесии, показывая, как проходит вакцинация. На этот раз съемочная группа побывала в поселке Архыс, который в горнолыжный сезон принимает десятки тысяч туристов, поэтому находится в особой зоне риска. Фатима Даурова на месте побеседовала с заведующей ФАПом и узнала, как люди относятся к вакцинации. Земфира и Даира – две соседки. Привыкли все делать вместе. Если надо помочь, то вдвоем и дело спорится быстрее. А нужно принимать решение насчет здоровья, то и вопрос выносится на общее обсуждение. Вот и решили быть прививки от коварного ковида. Пока ждут своей очереди, женщины делятся с односельчанами опытом перенесения первого укола. Никакого температуры не было, ничего не было у нас. Все пообошлось. И в Ростов съездила, полечилась. И приехала, вот позавчера приехала, и вот вторую вакцинацию делала. Долго настраивались вообще на вакцинацию? Да нет, мы быстро с ней. Давай пойдем. Первые пришли, сделали. Потом за нами пришли, тоже сделали. Хотела бы сказать всем, сознательным, людям, которые, вот, ну, вирус же не игрушка какая-то, пускай перебываются. А сейчас и бесплатно, и хорошо. Потом что будет, не знаем, но желаем всем, чтобы все это поняли и делали прививки. У вас никаких проявлений не было? Нет, нет, нет. Ну, сказали, аппетита не будет. У меня наоборот. Поселок маленький, все знают друг друга на лицо. Но в туристические сезоны он наполняется отдыхающими. Население возрастает в два, а то и в три раза. Поэтому риск столкновения с COVID-19 очень высок. Местное население понимает, что лучшая страховка от болезни – это своевременная вакцинация. В поселке вакцинация проходит активно. Жители подходят на местах. Более старший возраст мы делаем на дому. Вроде первая вакцинация прошла успешно. 20 человек привились. До этого тоже прививались человек 30 учителя. Вроде все довольны. У них должно быть самосознание. Я думаю, они сами все понимают и добровольно подходят и перевиваются. Вакцина хорошая. Никаких реакций ни у кого не было. Все довольны. Как отмечают медики, большую активность вакцинации проявляют люди среднего и преклонного возраста. Молодежь в основном пока воздерживается в этом вопросе. И пример двух подружек – соседок Зимфира и Даиры – может стать мотивацией для тех, кто до сих пор полагается на привычное мышление. А вось меня пронесет. Фатима Даурова, Расул Бердея. Вести Карачаева-Черкесия. Архиз. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 790 человек. Из них 19 270 выздоровели, 131 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, до конца недели в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой, днём умеренный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью плюс 3, плюс 8. Днём 4, 9 выше нуля. Местами до плюс 14. В Черкесске ночью преимущественно без осадков. Днём дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8. Днём 8-10 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого Человека-каменную стену Человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, Легко ПСБ. Банк сильных людей Продолжаем выпуск. Представители общественного совета при МВД проверили изолятор временного содержания в Черкесске. Они пообщались с лицами, содержащимися в изоляторе, Опросили их на предмет применения к ним физического либо психологического воздействия. Жалоб на условия содержания и на неправомерные действия сотрудников полиции от них не поступило. В ходе посещения изолятора общественники ознакомились с режимом и условиями содержания. Уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской помощи. При оценке результатов посещения изолятора временного содержания, Представители общественного совета отметили, что замечаний к условиям содержания не выявлено, права не нарушаются. В эту субботу в Черкесске в 9.00 состоится традиционная весенняя ярмарка. Впервые она пройдет на территории агропарка в микрорайоне Северный по адресу улица Свободы, 62. Жителям и гостям будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Товары будут реализовываться по ценам на 15-20% ниже рыночной. 10 апреля на территории всего города Черкеска будет организован регулярный транспортный маршрут с табличкой «Ярмарка. Агропарк», который будет доставлять жителей и гостей Черкеска на место прохождения ярмарки. С открытием Дома культуры в ауле Кубина и после пандемии культурная жизнь набирает обороты. Жители Кубины уже успели оценить достоинства нового ДК. Работают кружки, дети активно занимаются творчеством. Репортаж Альбины Ламковой. Дом культуры в ауле Кубина был построен в 1967 году. Со временем здание ветшало и разваливалось. Поэтому было принято решение о его реконструкции, чтобы очаг культуры не погас окончательно. Теперь здесь жизнь другая. Это современный центр, где можно заняться и саморазвитием. Подробности мы сейчас узнаем. В старом ДК не было хореографического зала. И только сейчас его необходимость оценили работники культуры. Это говорит и его популярность. Помещение не пустует и даже переполнено. Наступил момент, когда желающим приходится отказывать от зачисления. Дети хотят приобщаться к культуре, учиться вокалу и хореографии. Танцевать так-то несложно. Но бывают и сложные элементы. Но если не получается, все равно надо продолжать и никогда не бросать это дело. Нравится кавриалки танцевать, потому что они веселые. Я очень люблю заниматься танцами, потому что это очень красиво. Возраст детей младшей группы хореографического кружка от 5,5 лет. На занятиях дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память. С раннего возраста у ребят формируется красивая походка и правильная осанка. Затем участники младшей группы могут перейти в старшую. Для них работает ансамбль «Абаза». Сейчас у них плотная программа в подготовке к конкурсу фестивалю «Магия танца». Он состоится в апреле. В начале этого года набрали группу детей для обучения игре на дауле. Для этого закупили музыкальные инструменты и специальные стулья. Чтобы хорошо играть на нем, необходим не только слух, ловкость рук, но и большое желание. Когда был маленький, увидел, как играют на барабане. Мне понравилось, я пришел сюда обучаться тоже играть. Хочу стать профессионалом в этом деле, чтобы радовать людей своей игрой. Спросом у населения пользуется и просторная светлая библиотека. Она никогда не пустует. Здесь есть и доступ к интернету. Спору нет, что прежний дом культуры уступает новому, заметила директор дома культуры Аула Кубина Маринетта Апсова. Реконструкция здания позволила увеличить число посетителей и расширить перечень кружков по интересам. Сейчас их шесть. Возраст посетителей разный. Конечно, преобладают дети. Взрослые у нас тоже есть. Есть вокальный кружок, в котором мы сохраняем наши культурные ценности. Развиваем вокал, чтобы не забывались наши народные, абазинские. Ведется активная работа по подготовке различных мероприятий, концертов, культурных тематических вечеров. Обычный сельский дом культуры превратился в настоящее место встречи молодежи и активистов, развития народного творчества и организации досуга. Именно эту цель и преследовала Маринетта Апсова. Для нее эта работа давно перестала быть просто исполнением своих служебных обязанностей. Это образ жизни. Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Вести. Карачаево-Черкесия. Абазинский район. Очередные награды привезли каратисты Карачаево-Черкесии в соревновании в Сочи. Там прошел Кубок Кавказа, в котором приняли участие спортсмены 12 лет и старше. На одной из тренировок с призерами чемпионата встретилась наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джанкиозова. Соревнования собрали более 800 участников из 23 регионов страны. Карачаево-Черкесию представили воспитанники школы каратэ микрорайона Московский. В их копилке золотые, серебряные и бронзовые медали. Наши ребята, скажем так, выступили, конечно, не так, как мы хотели, но очень неплохо. Среди этих 800 с лишним человек у нас 2 золотых медали, одно серебро. Девочка у нас была единственная, которая с нами поехала. В финале чуть-чуть не хватило ей выиграть. Она заняла второе место. И у нас 5 третьих мест, 5 бронзовых медалей. Данные соревнования стали хорошей проверкой спортивной формы, физического и психоэмоционального состояния спортсменов перед первенством России. Мы пытаемся научить их тому, чему в свое время нас учил наш тренер, наш наставник. Пытаемся расти чемпионов. У нас нет такого, чтобы ставить на кого-то хорошие планы, а кого-то там закрывать глаза. Мы ставим на всех большие планы. Пытаемся расти из всех имеющихся спортсменов-чемпионов. Эти ребята занимаются каратэ не первый год и достойно представляют нашу республику на чемпионатах различного уровня. Так произошло и на чемпионате в Сочи. В упорной борьбе в своих весовых категориях не было равных Ахмату Алиеву и Азамату Айбазову. Соревнования проходились на большом уровне. Было много участников. Нашел новых друзей. Первый поединок был против спортсмена из Крыма. Второй поединок против спортсмена из Красноярского края. Третий против Сочинца. И четвертый против Даистана. Бой был напряженный. Первый раз с ним встречался в новой весовой категории для меня. И, ну, как бы, получилось весьма напряженный бой. И мне удалось победить. Большая заслуга в столь хороших результатах и отличной подготовке каратистов принадлежит не только тренерам, но и тем, благодаря кому стало возможным участие юных спортсменов на чемпионате Кубок Кавказа. Эта поездка абсолютно всецела. Заслуга Министерства спорта Карачева Черкесии Рашида Узденова, который в начале года мы с ним встречались, разговаривали. Он обещал нас поддержать. Это уже вторые соревнования, которые спонсирует Минспорта. Скажем так, мы повезли около 20 человек. Это немалые средства. В течение месяца юных каратистов ждут новые соревнования. Один отборочный турнир к первенству страны среди молодежи возрастной категории 14-20 лет и первенства России среди юношей 10-13 лет. Пожелаем нашим спортсменам успеха и отличных результатов. Мурат Ченхёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Несломленное». Редактор субтитров А.Семкин